МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире новости. Информационную картину дня вам представят корреспонденты телеканала 1-й Карагандинский и Ягуль Нуржакен. В начале выпуска коротко о главных событиях дня. Карагандинская область готова противостоять возможным чрезвычайным ситуациям, связанным с падением ракет-носителей. В регионе провели тактико-специальные учения «Протон-2017». Уникальные экспонаты привез в Караганду столичный национальный музей. Среди них самым ценным является Чапан Казбекби. В областном историко-краеведческом музее открылась выставка, посвященная 350-летию Каздауста Казбекби. Карагандинские медики познакомились с работой инсультной службы Республики Татарстан. Основной обмен опытом состоялся в вопросах организации медицинской помощи. Карагандинская область готова противостоять возможным чрезвычайным ситуациям, связанным с падением ракет-носителей, запущенных с космодрома Байконур. В регионе провели тактико-специальные учения «Протон-2017». В результате падения фрагментов ракеты-носителя «Протон» произошли разрушения жилых домов, хозяйственных построек. Под обрушениями остались слюги. Из-за ракетного топлива возникли пожары. В сельских районах возникли горения степных массивов. Не исключалась вероятность разлива компонентов ракетного топлива и заражения населения, домашних животных и кормов. Таковы были вводные специальных учений. В Карагандинской области проверили готовность аварийно-спасательных служб и формирований к ведению спасательных и неотложных работ при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, возможных в результате падения ракет-носителей. Города Жасказган, Сатпаев, Харажал, Актугайский, Каркаролинский, Жанаркинский, Нуринский, Шетский и Улытауский районы. Эти места выбраны не случайно. Именно здесь проходит траектория полета ракет. Везде проводятся аналогичные мероприятия под руководством Акимов, городов и районов наших. Подразделение идет процесс остановки задач, построения, отработки практических навыков. Здесь, в областном центре, мы тоже сформировали группировку, здесь собрали группировку, которая выдвигается с областного центра. Действия продемонстрированы. В основном, речь идет о возможном химическом заражении при разделье компонентов, и здесь продемонстрированы возможности подразделения по проведению традиционно-химической разведки зоны ЧАЭС, реализации очагов пожара и так далее. Отработаны практические мероприятия по ликвидации чрезвычайных ситуаций, организации радиационно-химической разведки зон ЧАЭС, локализации, нейтрализации территории, зараженной компонентами ракетного топлива, поиску и спасению пострадавших. По итогам учения, руководство дало конкретные указания по обеспечению высокой готовности органов управления и сил гражданской защиты. Стоит отметить, что ежегодно с космодрома Байконур осуществляется около 20 пусков ракет. Наибольшее количество аварий произошло на территории Карагандинской области. Таких инцидентов было шесть. Последний – в 2007 году. Андрей Тен, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. Полиция поймала грабителей темиртауских продуктовых магазинов, которые скрывались под масками анонимуса. Как сообщили в пресс-службе Департамента внутренних дел, четверых парней задержала специальная группа по раскрытию разбойных нападений областного ДВД. Двоим подозреваемым по 19 лет, еще двоим по 21 году. Изъяты похищенные из магазинов деньги и орудия преступления. Подозреваемые помещены в изолятор временного содержания. Проводится досудебное расследование по статье Уголовного кодекса «Разбой». Проверяется также причастность подозреваемых к совершению аналогичных преступлений. Напомним, налетчики врывались в магазины и отнимали у продавцов деньги. Все нападения сняты на камеры видеонаблюдения. 20 сентября в ходе оперативно-розыскных мероприятий подозреваемые были установлены и задержаны специальные группы по раскрытию разбойных нападений. Сотрудникам полиции взяты похищенные деньги и орудия преступления. Подозреваемые на сегодняшний день во дворей на изолятор временного содержания. В отношении них проводится досудебное расследование по статье 192, часть 2 Уголовного кодекса Республики Казахстан. В настоящий момент полицию проверяется причастность подозреваемых к совершению аналогичных преступлений. Уникальные экспонаты привез в Караганду столичный национальный музей. Среди них самым ценным является Чапан Казбекби. В областном историко-краеведческом музее открылась выставка «Атадан Калган Асолмра», посвященная 350-летию Каздауста Казбекби. Это наиболее ценный экспонат, привезенный из Астаны. Чапан, принадлежавший великому казахскому общественному деятелю Казбекби. Сотрудники столичного национального музея сообщили, что в 2008 году эту раритетную вещь Музею президентского центра культуры передал прямой потомок Казбекби. «И вот этот Чапан, он передавался по наследству из поколения в поколение. В советское время для того, чтобы сохранить этот Чапан, потомкам пришлось его буквально закопать в землю. И затем, когда они уже передавали Чапан в президентском центре культуры, он был в таком ветхом состоянии, его невозможно было держать на весу. Было такое ощущение, что он может рассыпаться и так далее». На реставрацию уникального Чапана ушло два года. Реставратору Турсенгуль Жайлаубаеву пришлось восстанавливать ценную вещь. Для этого она специально из Бухары привезла золотые и серебряные нити. Выставка стала возможна благодаря договоренности между Акиматом Карагандинской области и Министерством культуры. Всего представлено более 70 экспонатов. Среди них также первый, так называемый «золотой человек». «Центральная экспозиция – это, конечно, Чапан, знаменитого нашего предка. Это золотой человек, первый золотой человек, который был найден еще Кемаля Кишевича Макишева в Алматинской области. Еще более 30 уникальных экспонатов, которые были привезены с Национального музея». Также на выставке представлены отличительные знаки биев – печать бия. Очень интересный предмет – серебряный знак – притолок от Толи-бия. Он сохранился в оригинале. Привезен из Астаны также Чапан-Султана из Северного Казахстана, датируемый XVIII веком. Головной убор – мурак из Кзалардинской области. Они также являются символами власти. Кроме того, в экспозиции имеются доспехи воинов XVIII-XIX веков – пояса и конская амуниция. Выставка в областном историко-краеведческом музее продлится до 21 октября. Андрей Тензо, Сулан Маклубеков, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. В Карагандинской области в школах проходят классные часы и круглые столы по обсуждению перехода на латинскую графику. Участниками мероприятий в школе гимнадия номер 77 стали ученики старших классов, преподаватели и родительская общественность. Онлайн-семинар о важности перехода на латинскую графику провели в школе-гимназии номер 77. Стоит отметить, что именно в сфере среднего образования уделяется особая роль в процессе внедрения латиницы, поскольку именно в школе дети получают основные знания. Этого же мнения придерживаются и участники семинара. Наверное, главной роль здесь будет и учительство, потому что именно народное образование, источником народного образования является школа. Сейчас мы готовим учителей, обсуждаем это и считаем, что все-таки каждый казахстанец, патриот своей отчизны должен предложить все свои усилия, свой вклад внести для того, чтобы процветала наша Родина, наш Казахстан. Это не первое мероприятие в 77-й школе. Обсуждение этой темы проходило практически во всех классах, а также среди воспитанников детского сада. Также стоит отметить, что это учебное заведение участвует в пилотном проекте по развитию трехязычного среднего образования. Сегодня в нашей школе проводится разъяснительная работа по латинице. Я считаю, что переход на латинский алфавит для нашей страны – это верный поступок. Мне будет легко выучить латинский алфавит. В прошедшем онлайн-семинаре 77-я гимназия является модератором. В других школах Караганды также состоялись обсуждения на эту тему. Участники могли подключиться к дискуссии посредством видеоконференции. На встрече было отмечено, что в школах Казахстана латиница будет внедряться планомерно, системно и строго по графику. В этом графике предусмотрены вопросы подготовки кадров, издания учебников и словарей. Андрей Тензо, Сулан Макулбеков, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. Будущие нации и латинский алфавит – именно так назвали свой семинар в школе-гимназии номер 39. Ученики, учителя и приглашенные преподаватели университета обсудили жизнеспособность латинского алфавита в современном Казахстане. Участники также обсудили вариант единого стандарта казахского алфавита, основанного на латинице. Лингвистический феномен – он рождается, растет и распространяется. В школе-гимназии номер 39 выступающие заявили, что сначала необходимо провести большую информационную работу. На встрече также говорили о том, что принятие нового алфавита в первую очередь дает возможность носителям казахского языка полнее и точнее передавать его национальную специфику. Замена букв алфавита – это всего лишь небольшая часть, точнее, начало языковой реформы, суть которой заключается в освобождении от балласта, обеспечении полного соответствия языка его исконной природе. Цель сегодняшнего семинара – пропаганда и разъяснительная работа латинской графики в школе. Так как, сами знаете, что сейчас бурно обсуждается эта тема, и сейчас в обществе это актуальная тема. Совместно с Карагандинским государственным университетом и со школами мы проводим разъяснительные работы по теме латинской графики. Перед школьниками и учителями выступили ведущие специалисты-филологи Карагандинского государственного университета. Ученики, в свою очередь, показали легкость, с которой они уже освоили латинский алфавит. Дети читали и писали на новом алфавите. Эксперты заявили, что перед всем обществом стоит задача не только по изучению казахской латиницы, но и нелегкая работа по презентации мировому сообществу всего культурного богатства страны на основе уже обновленной латинской графики. В целом, участники выразили поддержку переходу на латиницу. Андрей Тенжа, Сулан Макулбеков, Андрей Тимофеев, 1-й Карагандинский. Карагандинские медики познакомились с работой инсультной службы Республики Татарстан. Визит не случайен, поскольку именно этот субъект федерации считается наиболее передовым в России в области здравоохранения. Основной обмен опытом состоялся в вопросах организации медицинской помощи. С 11 по 14 сентября делегация Управления здравоохранения Карагандинской области побывала с рабочим визитом в Татарстане. Главная цель визита – изучение опыта развития инсультной службы и оказания как скорой медицинской помощи, так и помощь на уровне стационаров, а также вопросы профилактики инсультов. Карагандинские медики не только интересовались опытом российских коллег, но и делились своими передовыми наработками. По некоторым направлениям здравоохранение Карагандинской области значительно опережает Республику Татарстан. В частности, это касается уровня информатизации в здравоохранении. То есть на сегодняшний день у нас уже внедрены единые информационные системы во всех поликлиниках. Сейчас мы внедряем комплексную медицинскую информационную систему, блок-стационар во все стационары области и замкнем всю систему, перейдем с 2018 года на электронный документ оборот в здравоохранении. Там такого нет, есть отдельные решения в ряде крупных клиник, но общей единой системы по Республике Татарстан нет. Это было очень интересно коллегам нашим с российской стороны. И заинтересовал их опыт в открытии ситуационных центров. В ближайшее время Управление здравоохранения планирует открыть ситуационные центры в онкологическом и противотуберкулезном диспансерах. А в перспективе создание специального центра, который бы занимался вопросами материнства и детства. В состав делегации также вошли заместители руководителей крупных стационаров нашей области, на базе которых в настоящее время открыты инсультные центры. В целом для нас актуальность этого вопроса связана, во-первых, с высокой смертностью от инсультов в целом по Республике и в Карагандинской области в частности. На сегодняшний день мы достаточно активно разбиваем службу. Если в прошлом году у нас было всего два инсультных центра на базе областного медицинского центра и на базе ЦБ города Жисказган, то в этом году уже у нас пять центров. Дополнительно мы открыли ЦБ Тимиртау, ЦБ Балхаш и на базе 1-й горбольницы Караганды. В планах на ближайший месяц открыть инсультный центр на базе частной клиники «Гиппократ». Участники делегации признались, что прежде всего им был интересен организаторский опыт коллег. Что касается клинического опыта в лечении инсульта, то здесь уровень примерно одинаков. В скором времени ответный визит в Караганду нанесут медики Татарстана. Гульнур Жакен, Андрей Тимофеев, Андрей Тен, 1-й Карагандинский. Продолжаем выпуск. В настоящее время проблемы с позвоночником являются актуальными для многих карагандинцев. По мнению специалистов, эти заболевания возникают из-за смещения первого шейного позвонка под названием «Атлант». Но сегодня проблема решаема. Центр здорового позвоночника «Атлант» помогает людям избавиться от недугов без оперативного вмешательства. Смещение «Атланта» – это одна из главных причин нарушения функции тела, боли и слабости. Часто во время родов младенец получает травму. Это приводит к уменьшению просвета большого затылочного отверстия позвоночного канала. Из-за этого сдавливаются продолговатый и спинной мозг. В результате этого травмируются сосуды, питающие головной мозг. У меня болела сильно голова. Очень сильно. Были сильные головокружения. Походка была пьяная. Остеохондроз замучил. Пришла с головной болью и шейным хондрозом. Год прошел. Нет у меня этого ничего больше. Чувствую себя хорошо. Насколько позволяет мне мой возраст. Самочувствие, конечно, совершенно другое. Абсолютно. Остеохондроз, что такое, забыла. Головная боль довольно редкое явление. Бывает на смену погоды, но в силу возраста все равно молоденькая и здоровая я, конечно, не буду. Но чувствую себя намного лучше. Ну и я так должна сказать, что все это улучшение только будет в том случае, когда соблюдать строго все рекомендации врача. Восстановительная программа «Атлант» позволит определить и устранить раз и навсегда смещение первого шейного позвонка. Чем раньше будет проведена коррекция положения «Атланта», тем больше шансов на полноценное развитие организма и устранение уже имеющихся проблем. Вот почему программа важна для детей. Появляется шанс уберечь их от развития остеохондроза, грыжи межпозвонковых дисков и многое другое. Проблема, которая часто достаточно встречается у тех же деток, это носовые кровотечения. Связаны как с внутричневной гипертензией, как с нарушением кровоснабжения, системы кровоснабжения. И здесь, опять-таки, правильное либо неправильное положение первого шейного позвонка играет самую главную роль и является причиной тех или иных нарушений. Специалисты заявляют, что не нужно терпеть дискомфорт и боль, принимать горстями обезболивающее. Сегодня есть способ устранить последствия родовой травмы и восстановить правильную работу организма. Если у вас есть головная боль, боль в шее, боль в руках, плечах, судороги в ногах, разная длина ног, сколиозы и все вышеперечисленные симптомы, носовые кровотечения у детей, внутричневная гипертензия, даже определенная категория пациентов с эпилепсией могут обращаться к нам. Пожалуйста, ждем вас к нам в лечении. Атлас-специалисты будут осуществлять прием до 2 октября. Обратиться за консультацией можно по адресу улица Ерубаева, 58, кабинет 4. Предварительная запись по телефону 365-00. И еще об одном. Карагандинский хоккейный клуб «Сарарка» обыграл красноярский «Сокол» со счетом 4-3. На ледовой площадке «Караганда-арена» 21 сентября прошел очередной матч в рамках регулярного чемпионата высшей хоккейной лиги. Первый период получился насыщенным. «Сарарка» устроила серьезный навал на ворота гостей на старте матча. При игре 4 на 4 казахстанцы вышли вперед после подправления шайбы с пятака в исполнении Дениса Фахруддинова. 1-0 на 10-й минуте. Спустя пару минут соперники снова обменялись удалениями, в результате чего красноярцы получили численное преимущество и воспользовались им. 1-1 на 12-й минуте матча. Но и после этого команды не убавили в жесткости, что снова привело к обоюдному штрафу. При игре в усеченных составах «Сокол» вырвался вперед 1-2. Однако «Хозяева» не позволили сопернику уйти на перерыв с приятным для них счетом. За полторы минуты до «Сирены» Александр Юксеев удачно сыграл на добивании после затяжной атаки и сравнял счет 2-2. Вторая треть матча превратилась в большое испытание для хоккеистов «Сокола». На 38-й минуте матча защита сибиряков дрогнула. После длительного розыгрыша Исаак Валицкий вывел карагандинцев вперед 3-2. В третьей 20-й минутке гости выглядели увереннее и на 49-й минуте матча сопернику вновь в третий раз удалось поразить ворота Сараарки 3-3. Но карагандинцы сдаваться не собирались. За пять минут до конца матча Даниил Ярдаков огорчил «Сокол» точным выстрелом из правого круга вбрасывания при игре в большинстве 4-3. Комментируя итоги встречи, наставник Сараарки Александр Соколов отметил прежде всего карагандинских болельщиков. «Я не буду там где-то лукавить или как-то говорить, но мне не доводилось еще видеть такого позитивного боления на трибунах. Я считаю, главное, что у нас сейчас есть этот болельщик на трибуне. Мы благодарим за то, что они приходят, поддерживают команду в такой атмосфере. Я думаю, трудно какому-то из хоккеистов выйти не настроенным. Готовить у нас, наверное, много не получается. Несмотря на то, что мы забили три гола в большинстве проблем, большинство пока, я считаю, у нас присутствует. Нет того, что хотелось бы видеть, то, что мы делаем, что умеем делать». Следующий матч карагандинские хоккеисты вновь проведут дома. 23 сентября они будут принимать клуб «Ермак» из Ангарска Иркутской области. Андрей Тен, Андрей Тимофеев, Первый, Карагандинский. Это все, о чем мы успели вам рассказать. Спасибо за внимание. Если у вас есть интересная информация, звоните нам по телефону 420649. И смотрите наши новости на сайте канала. Приятных вам выходных. Аман Солбонстер. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова